Окунь Так и на глубоких точках. Рыбалка на окуня в декабре – очень популярное занятие. И это не случайно, так как в это время первый лед сковывает мелководья и заливы водоемов. Именно в этих местах и следует искать хищника-полосатика. Более того, в декабре именно ловля окуня может подарить радость регулярных поклевок и поимки начинающим рыбакам. О том, где и когда ловить окуня в декабре, а также какие снасти использовать, расскажу сегодня. Ловля окуня в декабре – это отличная возможность отточить свои навыки зимней ловли, не только для опытных рыбаков, но и для начинающих. Окунь в декабре хорошо ловится на небольшие балансиры и блесны, мормышку с насадкой без, на маленькие силиконовые приманки. Особенности ловли окуня в декабре Декабрьский окунь передвигается в толще воды, в поисках пищи и рыболову нужно активно исследовать наиболее перспективные участки, чтобы найти его. При поиске некрупного окуня, нужно сосредоточиться на прибрежных участках, с подводной растительностью, сверлить лунки вдоль линии камыша. Более крупного окуня нужно искать на песчаных косах, у выходов из заливов, в устьях притоков и ручьев, на бровках и свалах, подводных свалах и столах, в коряжнике. В перспективном районе нужно пробурить несколько поисковых лунок, на расстоянии 8-10 метров друг от друга. Если несколько первых проводок в лунке не дают результата, не нужно задерживаться в этом месте надолго. Гораздо лучше продолжить поиск окуня и двигаться на следующую намеченную точку или к следующей лунке. Для ловли окуня в декабре на мормышку, обычно используют удочку типа балалайка с закрытой катушкой, металлический или лавсановый кивок, и зимнюю монофильную лиску, диаметром 9 или 12 сотых миллиметра. Кивок обычно используется лавсановый, из тонкой металлической или поликарбонатной пластины, длиной около 6 сантиметров. Блесны для зимней ловли окуня. Для ловли окуня в декабре применяют небольшие блесны, изготовленные из латуни, меди, бронзы, мельхиора, олова или серебра. Размер приманок колеблется от 1,5 до 2 сантиметров при ловле небольшого окуня и 3-5 сантиметров при ловле крупных экземпляров. Окуневые блесны часто оснащаются оперением из красных ниток или бусинами, которые нанизываются на тройной крючок. Такое украшение дополнительно привлекает окуня и часто служит прицелом при атаке окуня на блесну. Блесна с тройным крючком на цепочке, в сочетании с бусинами и кембриками, хорошо работает в условиях неактивного клева. Для ловли на неглубоких участках без течения, как правило, применяют блесны с выраженной горизонтальной игрой, которые при планировании довольно сильно смещаются от оси лунки. Такие блесны обычно имеют довольно широкое тело, с центром тяжести, расположенным посередине или сверху тела блесны. Для ловли же на средних и больших глубинах, больше подходят узкие блесны с центром тяжести, расположенным внизу блесны, и имеющие минимальную горизонтальную составляющую в игре. Популярными моделями окуневых блесен являются гвоздик, карасик, ромбик, торпедка. Балансиры для ловли окуня. Для ловли окуня в декабре используют маленькие балансиры около 2-5 см длиной. При ловле крупного окуня на больших глубинах, можно использовать более крупные и тяжелые приманки. Цвет балансиру, особенно на небольшой глубине в прозрачной воде, лучше выбирать максимально натуральный серебристый, серый, голубой, зеленый. Если на балансиры спокойных цветов поклевок нет, можно пробовать ловить на балансиры более ярких, кислотных расцветок. Мормышки для ловли окуня в декабре. Окуня в декабре ловят как на мормышке с насадкой, так и на безмотылку. Для ловли на мормышку с мотылем популярными моделями являются дробинка, капля, уральская, гвоздик, нимфа. Для ловли на безмотылку чаще всего применяют классического чертика, козу, ведьму. Предпочтение надо отдать вольфрамовым мормышкам, так как при одинаковом висе, они меньше по размеру, чем свинцовые. Цвет мормышки для ловли окуня обычно используется светлый, серебристый, черный и золотистый мормышки. В качестве наживки на мормышку насаживают одного-двух, реже больше мотылей. При ловли на безмотылку на крючки, мормышки часто нанизывают цветные бисеринки и кембрики. Окунь в декабре ловится на силиконовые приманки из съедобной резины длиной 1,5 см, реже – 5 см. Для ловли используют приманки любого типа – твистеры и виброхвосты, черви, слаги, силиконовые личинки. Главной приманкой для ловли окуня на микроджек является твистер. Для ловли на дропшот, помимо всего арсенала силиконовых приманок, можно использовать стримеры и вабики. Рад длины для ловли окуня в декабре. Вертикальные безлопастные воблеры, известные многим рыбакам под названием ратлин, очень эффективны при ловле среднего и крупного окуня в декабре. Лучше всего ловить на небольшие, 5 см ратлины на глубине до 2 метров. При ловле окуня в декабре на мормышку, вертикальный джек и дропшот можно применять самые разнообразные приманки естественного происхождения. Безусловно, самой популярной приманкой является мотыль. Но не менее успешно, особенно крупного окуня, можно ловить на малька, пиявку, червя. Эти приманки можно насаживать как на крупную мормышку, так и на маленькую джек-головку или овсетный крючок на шарнирном монтаже или оснастке дропшот. Ловля окуня в декабре на блесну. Сначала блесну фиксируют на расстоянии 5-10 см от дна. Затем взмахом удилища, блесну подбрасывают вверх на 10-15 см и возвращают удилище в прежнее положение. В это время блесна колеблется и планируют вниз до нижней точки. В нижней точке проводки нужно выдержать паузу около 5 секунд, пока колебания блесны не прекратятся. После этого делают новый взмах и так далее. Иногда, чтобы спровоцировать окуня, бывает полезно постучать блесную по дну, положить ее на грунт и потом медленно начать поднимать. Нужно обязательно проверить разные горизонты, так как иногда окунь берет на значительном расстоянии от дна. Для этого приманку нужно установить выше, на 30-60 и более сантиметров от дна, и сделать на этом уровне несколько проводок. Так как ловля окуня в декабре предполагает активный поиск рыбы, то лучше в выбранном, перспективном районе сразу просверлить 8-10 лунок, на расстоянии около 5 метров друг от друга, чтобы охватить разнообразные условия рельефа или максимально перекрыть интересную зону. Например, можно сделать линию лунок вдоль прибрежных зарослей камыша, или вдоль отмели, или по направлению от берега к глубине. Можно прикормить лунки кормовым мотылем, бросив несколько чепоток в лунку. Если ловля ведется на глубине, лучше для прикормки использовать зимнюю кормушку. Разнообразие применяемых при ловле окуня на мормышку техник большое. Все они так или иначе основаны на частых колебаниях мормышки в вертикальной плоскости, либо с подъемом, либо на месте. При ловле активного окуня основная проводка – постепенный подъем мормышки с покачиваниями на высоту около 30 сантиметров. Частота колебания может достигать 3-5 в секунду. Для пассивного окуня колебания нужно делать более плавные и слегка редкие – 1-3 в секунду. Также хорошо при ловле не слишком активного окуня работает проводка, заключающаяся в постепенном подъеме мормышки, с короткими промежуточными остановками, во время которых чаще всего и происходит поклевка. Также можно при постепенном подъеме мормышки ритмично и часто постукивать пальцем по холостику, что очень часто позволяет спровоцировать на поклевку даже очень пассивного окуня. Еще одним универсальным и эффективным вариантом проводки является ритмичное постукивание мормышкой по дну и мелкие высокочастотные колебания приманки над самым дном, без изменения глубины. Техника ловли окуня на безмотылку отличается от ловли на мормышку с насадкой, прежде всего высокой частотой игры приманки. Также очень важно при игре мормышка без насадки не допускать сбоев в игре, поэтому ловли на безмотылку чаще всего – это занятие для опытных рыболовов. Что касается вываживания рыбы, то никогда не следует форсировать события. В начале зимы окунь еще достаточно активен и может прорвать леску. Следует аккуратно подвести его к лунке и, придавив жабры пальцами, выбросить из воды на лед. При поимке особо крупных экземпляров лучше воспользоваться богориком. Всегда полезно при вываживании окуня затемнить лунку. Как правило, хороший клев держится до конца декабря, хотя в последнее время из-за погодных аномалий этот период также может оказаться не очень удачным. Вместе с тем, нельзя не порадовать себя зимней рыбалкой на полосатого разбойника. Экспериментируйте со снастями, приманками, игрой, и результат не заставить себя ждать. Позвольте представить вашему вниманию самый популярный рыболовный онлайн-магазин России – Fox Fishing. Проверенный сервис с десятками тысяч качественных товаров. Короче, загляните в описание под видео, я там ссылочку для вас оставлю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова